Привет! Меня зовут Анна. Мы с вами продолжаем изучать буквы. И следующей буквой, тема сегодняшнего урока, у нас буквы К и Т. По плану мы сегодня с вами поговорим об этих буквах и о звуках, которые они обозначают. Но для начала разгадайте ребус, остановите видео и сделайте это. Если вы это сделали, то скорее всего ваш ответ сходится с моим. Это слово кот. Давайте произнесем слово кот. 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 Обратите внимание на первый и последний звук. Это согласные звуки К и Т. Они обозначены в этом слове буквами К и Т соответственно. Давайте дадим характеристику этим звукам. К. К. Т. Это твердые звуки. Твердые звуки К и Т. То есть мы можем сказать, что буквы К и Т могут обозначать твердые звуки. А давайте попробуем эти буквы прочитать мягко, как будто мы гладим котенка. К. Т. К. Т. Обратите внимание, что буквы К и Т также могут обозначать и мягкие согласные. К и Т. Теперь проведем еще одно исследование. Закроем ушки и произнесем все четыре звука, которые могут быть обозначены этими буквами. Закройте ушки и произнесите К. К. Т. 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 Эти звуки нам не слышны. Мы произносим их, как будто бы шепотом. И такие звуки называются глухими. Давайте почитаем слоги с буквами К и Т. К. 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 В первой схеме, где у нас согласный твердый. А последние два слога обозначают, буква К обозначает мягкий согласный, поэтому соответствует второй схеме. Давайте прочитаем второй столбик. Та. Ты. Ту. То. Ти. Те. Тя. Первые несколько слогов обозначают твердые схемы, слоги слияния с твердым согласным. А последние три обозначают слоги слияния с мягким согласным Т. Ну что, подводим итог. Мы сегодня говорили про буквы К и Т. Сказали, что они обозначают согласные звуки. Также сказали, что буква К может обозначать твердый или мягкий глухой согласный звук. А также буква Т может обозначать твердый или мягкий глухой согласный звук. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке. Пока!